Смотрите прямо сейчас в проекте Front News. Уникальные кадры самого пекла войны. Враг продолжает жестоко бомбить украинские города и села. Из верхних этажей люди обгорели прямо, у них волосы были обгоревшие. Однако и сами оккупанты ощущают на своей шкуре, ответить придется за все. Наши защитники твердо знают, победа Украины лишь вопрос времени. Огненные, горячие и пылающие кадры с передовой смотрите прямо сейчас. Продолжается кровавая война. Война, которую Владимир Путин и его свора развязали на украинской земле. Продолжается героическое сопротивление украинских вооруженных сил и всего украинского народа в борьбе за свою свободу. Приветствую, это Front News. С вами Владимир Тимошенко. Следующие 30 минут вас ждет правда о войне, которую наши журналисты добывают из самых горячих боевых точек. Ну что, готовы? Тогда мы начинаем. И начинаем с леденящего душу материала. Два года назад украинская Одесса пережила коварную и кровавую атаку оккупантов. 23 апреля 1922 года российская ракета попала в 16-этажку. Тогда погибла трехмесячная девочка, ее мама и бабушка, беременная спортсменка, ее муж, а также водитель, чья машина выгорела дотла. Еще два человека до сих пор считаются пропавшими без вести. Их квартиры были как раз в эпицентре взрыва. Тела так и не нашли. Через два года дом, по крайней мере снаружи, успели восстановить. Но треть пострадавших не вернулись в свои квартиры. А до сих пор не зажившей одесской ране. Сюжет корреспондента ТСН Сергея Осачука. Это был канун Пасхи. Одна из российских ракет атакует 16-этажку. Мощный взрыв. И на месте четвертого этажа появляется огромная дара. Вся секция дома пылает. Из верхних этажей люди обгорели прямо. У них волосы были обгоревшие. Их сразу же забрали в больницу. При мне вынесли четыре мешка с тремя трупами. Это было только при мне. Мне совсем стало плохо и скорая помогала. И швидка допомогала. Елена выжила, потому что ее не было дома. Показывает фотографии своей разрушенной полностью квартиры. Устояла лишь одна стена. У нас эпицентр был вот в этой квартире. Поэтому пожар и очень сильная такая ударная волна. Здесь ничего не было. Совсем ничего не было. Это капитальная, большая, широкая стена, которая осталась на весь этаж. Одна. Вот она одна так стоит. Колонна. Ее сосед Юрий как раз перед ракетным ударом вышел в магазин. Когда вернулся, узнал, что под бетонными обломками его трехмесячная дочь, жена и теща. Бросился помогать, разбирать завалы, но чудо не случилось. Родных нашли без признаков жизни. Я видел, насколько он ее любил. И, видимо, из-за этого нам уже два года, как они погибли, нам так тяжело понимать, что у нас не стало целой семьи. Когда родилась дочь, то счастье удвоилось, и мы были на седьмом небе. Похоронив родных, Юрий пошел на передовую. Воевал в составе одной из штурмовых бригад. Потерял ребенка, доченьку долгожданную свою. Потеряв жену, он просто не смог сидеть, ждать конца войны. Он решил встать на защиту. Идти. Сказать, чтобы отомстить? Пожалуй, нет. Он больше всего хотел защитить тех, кто оставался здесь. Чтобы никто. Он сам говорил о том, что я не хочу видеть маму, как погибают дети. Осенью 23-го года Юрий Глоден погиб. Его похоронили рядом с женой и дочерью. Вы знаете, он приехал в отпуск. Вы знаете, он приехал в отпуск буквально за неделю. Он приехал, побыл здесь. Как раз на памятник фото уже сделали. Доделали все. Как будто попрощался. Как начало попрощаться. В апреле 22-го года в этом доме российская ракета убила 8 человек. Еще 18 получили тяжелые ранения. Взрыв уничтожил 30 жилищ. Практически 70 были повреждены. В двух секциях полностью выгорели коммуникации, рассказывает председатель ОСМД. Через полгода здесь завершили основные работы. Семья Елены не имела где жить, поэтому залезли в долги и самостоятельно отремонтировали квартиру. Компенсацию ждут до сих пор. Прошло два года. А враг и далее продолжает издеваться и убивать мирных украинцев. В Одессе, к сожалению, в том числе. Российские оккупанты ударили в 7 утра 24 апреля ракетами по Одессе. Пострадала 43-летняя женщина. Ее в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. После взрыва возник пожар. Участие горожан исчез свет. Задерживаются поезда дальнего и пригородного сообщения. Около 30 домов повреждены ударной волной. Выбиты стекла. В некоторых домах упали потолки. На месте вражеского удара восстанавливают поврежденные электросети. Тушат возгорание и ликвидируют другие последствия. А накануне украинская жемчужина у моря пережила очередную атаку дронов. Детали с места событий вашему вниманию. И вновь враг целит по Одесской области. Семь вражеских дронов защитники неба уничтожили. Однако один из них упал на жилой дом. Другой на транспортный узел. Пенсионер Владимир Чукомин проснулся от первого взрыва. На крыльце вылетело стекло. За секунду новый взрыв. Лег на кровати. В этот мельках дал из потолка. Вот вы увидите. Сейчас там штукатурка все высыпала. Люстры посыпались. Видите, дверка в потолке. И в той комнате также такая же дверка. Квартиру его соседки разрушила взрывной волной. Во дворе вспыхнул пожар. Женщину с малолетним ребенком выводили на улицу спасателей. В целом эвакуировали из эпицентра атаки свыше трех десятков людей. Были в Николаеве, дочь позвонила, сообщила, что был прилет. Утром приехали и сейчас все как есть. Ну вот это квартира. Здесь уже ничего нет. Дочь с маленьким ребенком пять месяцев. На данный момент в областной детской больнице трое детей с родителями. Еще двое раненых взрослых в городской больнице. Это пациент 90-го года рождения. И пациент 53-го года рождения. У обоих пострадавших есть перелом лопатки, перелом верхней конечности. Закрытая черепно-мозговая травма. С ночи на месте вражеской атаки работают коммунальщики. Взрывом разрушены 14 квартир. Еще у около полусотни домов повылетали окна. Срочно нужны доски и пленка. Ой, в ночи было очень страшно. Ночи было очень страшно. Два взрыва было. У меня вылетела веранда, можно так сказать, полностью. Нужна пленка, чтобы застеклить как-то окно. Холодно. Клевку, чтобы застеклить как-то окно. Холодно. Во всем квартале пришлось выключить питание, подачу газа и воды. Повреждены коммуникации. На место с едой и чаем для пострадавших утром приехали волонтеры. Сегодня даже наш главный шеф-повар с нами приехал. Поддержать людей, накормить. Потому что сейчас людям точно не до готовки обедов. А свежая, теплая еда всегда пригодится. Ну и кроме самой еды, это также поддержка. На данный момент специалисты районной администрации проводят осмотр поврежденного имущества и составляют акты на восстановление. Людям, у которых уцелели дома, обещают к вечеру включить свет и газ. Семьям, оставшимся под открытым небом, предложили временное жилье. А теперь анализ оперативной обстановки на многострадальном и пылающем Авдеевском направлении фронта. Враг и тут продолжает свой военный террор. На Авдеевском направлении защитники отбили более 30 атак в районах населенных пунктов Очеретина, Уманская, Невельская, Керамик, Бердичи и Нитайлова Донецкой области. А сейчас о мгновенной виндете за российские обстрелы мирных украинских городов и сел. Именно так в воздушных силах Вооруженных сил Украины прокомментировали поражение бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Это он терроризировал нас ракетами Х-22. Этот день войдет в историю российско-украинской войны за успешную спецоперацию по принудительному приземлению самолета. Такие сверхзуковые ракетоносцы в России больше не выпускают. Поэтому данное уничтожение – достаточно ощутимая потеря для врага. Подробнее в материале журналистки ТСН Маргариты Потаповой. Эту фигуру в пилотаже называют плоским штопором. С пораженным двигателем падает российский бомбардировщик. Именно тот Ту-22М3, который недавно запускал ракеты по Украине и ударил по Днепру. Этот бомбардировщик используется для обстрела украинской территории ракетами типа Х-22, которые, кстати, сегодня также мы впервые в истории российско-украинской войны сбили. Падение сверхзвукового бомбардировщика не смогли скрыть в России. Момент падения в небе с Тавропольского края сняли местные жители, и видео сразу же разнеслось соцсетями. Официальная версия россиян – самолет не сбили. Он упал из-за технической неисправности. Но уже через несколько часов ГУР заявляют – это результат их спецоперации при взаимодействии с воздушными силами. Впервые во время выполнения боевой задачи, собственно, в воздухе за период полномасштабного вторжения уничтожено во время выполнения боевой задачи, то есть другой самолет, который шел за ним, был вынужден развернуться. И это значит, что еще ряд ракет не было выпущено по Украине. В этот раз мы их наказали и показали, что безнаказанным не останется никто. Бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3, как говорят в ГУР, было два. У каждого по три ракеты Х-22 на борту. Пуски ракеты осуществляли над Черным морем в районе Севастополя. Украинская месть догнала их на обратном пути. То, что на таком расстоянии поражаются эти ракеты, это отлично, это приятно, это радостно. Их догнала, как говорят наши воздушные силы. Наша ракета модернизированная из комплекса С-200. В воздушных силах комментарии ТСН официально не подтверждают и не опровергают. Сбитие российского Ту-22М3 модернизированным комплексом С-200. Противник может установить данные и использовать это в дальнейшем. Конечно, мы не можем раскрывать. Пусть это останется секретом. Теми же средствами на расстоянии около 300 километров от Украины ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Говорит авиаэксперт Константин Криволаб. Из семи разработанных комплексов оккупантов целых осталось четыре. Еще один упадет и круглосуточное дежурство придется прекращать. А-50 – это пункт управления на базе Ил-76 с мощным радиолокационным комплексом «Шмель». Собственно, эти самолеты и управляют ударами по Украине. После сбития А-50 в феврале число ракетных ударов уменьшилось, но бомбардировщиков в небе на фронте меньше не стало. Ввиду количества сбитых бортов, оккупанты готовы рисковать потерями в авиации и в дальнейшем. А-50 был сбит практически в том же районе, где-то над Краснодарским краем, поближе к Эйску. Пока у нас нет Ф-16, нам необходимо чем-то отгонять Су-34, Су-35 с Кабами. Все эти операции украинская разведка при взаимодействии с воздушными силами проводит для того, чтобы россияне меньше видели и меньше следили за украинским воздушным пространством. На днях СБУ удачно направили дроны Камикадзе на радиолокационный комплекс стоимостью 100 миллионов долларов. Небо У, который располагался в Брянской области, теперь он не работает, а это значит, что контроля неба на 700 километров вглубь Украины у россиян нету. Подобное поражение РЛС и уничтожение стратегических бомбардировщиков могут быть подготовкой к началу работы Ф-16 в воздушном пространстве Украины, считает Константин Криволап. Уничтожение этих самых радиолокационных систем – это будто бы подготовка к приему Ф-16, чтобы они не знали, где мы будем. Но нам для того, чтобы пришли Ф-16, необходимы Патриоты, чтобы защищать аэродромы, где они будут стоять. Ту-22М3 Россия уже теряла в этой войне. В августе прошлого года в глубоком тылу врага, на авиабазе Сольцы в Новогородской области, разведгруппа уничтожила такой на земле. Вот фото горящего борта. Сегодняшний день в истории украинской разведки и воздушных сил войдет как удачная операция в небе. Эксперты в авиационной отрасли сходятся на том, что Украина должна продолжать бить по российским бортам и аэродромам. Тогда это позволит серьезно перебить операции российских ВКС и не дать им обстреливать украинские города и села планерными бомбами. И в воздушных силах намекают – это в планах. Перед этим мы видели сбитие ДРЛО А-50, сушкопад. Сейчас мы вышли на Ту-22. Но дальше ждем Ту-95. А теперь анализ оперативной обстановки на Бахмутском направлении фронта. Враг и тут продолжает убивать, разрушать и калечить. На Бахмутском направлении украинские войны отбили 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Луганской области, Верхнекаменская, Новый, Николаевка, Выемка, Спирная, Ивановская и Клещеевка Донецкой области. А в это время украинские военные продолжают удерживать село Новомихайловка Донецкой области, несмотря на тяжелые бои и ежедневные штурмы. В то же время россияне заявили, что якобы полностью захватили этот населенный пункт. Что же на самом деле происходит в той самой Новомихайловке, расскажет и покажет журналист КТСН Юлия Кириенко. Мы едем на позиции к нашей 95-й бригаде украинских десантников. Это поселок Терне. Сейчас основное давление врага именно там. В свое время его освобождали украинские военные во время контрнаступления на Харьковщине. Теперь оккупанты вновь пытаются его окружить. Как только выходим из машины, так слышим над головой вражеские самолеты. 100 метров до укрытия даются нелегко. На самом деле сложно бегать в бронежилете и каске, особенно когда по соседнему поселку стреляют. Это тот самый случай, когда понимаю, что действительно воевать должны молодые. Потому что выдержать на себе столько килограммов брони, и это без оружия, это действительно тяжело. Как только мы забегаем в укрытие, на горизонте разрываются управляемые авиабомбы. Есть продвижение, небольшое продвижение есть, но хотелось бы всегда больше. А это что такое? Кабы больше всего. Хорошие такие прилеты. Самолет уже развернулся, и звук доходит до нас. Окупанты работают по позициям, которые они недавно потеряли. Оттуда их выжгли бойцы 95-й бригады. Наши десантники продвинулись аж на 2 километра вперед. Это впервые такой успех с самого начала года на фронте. Велась разведка «Мавиком», обнаруживали, где сидят россияне. Потом их крошили, то сбросами, то «Мавиками», то артиллерией. Ну и потом наши штурмовики заходили, зачищали. Заходили, зачищали. Из рассказа Ивана, будто бы так просто было отражать вражеские позиции. На самом же деле бои за них продолжались аж 2 недели. Окупанты пытались контратаковать, не жалели техники. Даже своих танков Т-90. Теперь они сожжены. До 10. Здесь сейчас на этом месте до 10 единиц техники. Вы сожгли здесь роту? Ну, можно сказать и больше. Но всех их не перебьешь, их много, как саранчи. На данный момент главное не подпустить вражеских штурмовиков вновь к отраженным десантниками позициям. Ведь по перехватам передали, оккупанты пытаются вернуть утраченное. Поэтому наши крылатые пехотинцы бьют даже по небольшому скоплению россиян. Снаряд из британской пушки летит в сторону окрестностей села Терны. Это последний форпост на границе Донеччины и практически полностью оккупированной Луганщины. И стратегически важен как для нас, так и для россиян. Они хотят по реке выйти, чтобы был у нас рубеж с ними, поскольку реку трудно, понятно, штурмовать и переходить. И они закроют себе южный фланг, и чтобы уже с выходом на Купинск и здесь точно так же сковать наши большие силы. К этому и готовится враг. Это понимают десантники из-за количества дрона в небе. Оккупанты разведывают, насколько крепко нам удалось закрепиться. Выстрелами бойцы так и не смогли сбить вражеский дрон, но отпугнули его подальше. Над нами дрончик. Наш, не наш. Именно над тобой нашего нет. Пушка вновь приступает к работе. Каждый выстрел корректируют артиллеристы, чтобы еще четче снаряд ложился по вражеской пехоте. Ей нужно не дать поднять головы из окопов, говорят войны. Ведь село Терное, хоть и кажется таким мелким на карте, но является сверхважным для большой группировки наших сил между Купинском и Лиманом. А теперь переносимся на Купинское и Лиманское направления фронта. Враг не дремлет и тут. На Купинском направлении украинские войны отбили 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовая, Харьковской области и Стельмаховка, Луганской области. На Лиманском направлении захватчики провели 20 атак в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Харьковской области, Макеевка, Серебрянское лесничество, Луганской области и Торское, Терны, Заречное, Донецкой области. Они видят очень далеко, так что даже то, что происходит в тылу оккупантов, скрыть не удается. Корректируют работу иностранной дальнобойной артиллерии и хаймарсов. И за последние сутки помогли уничтожить три пушки россиян на самом горячем направлении в окрестностях все того же села Новомихайловка. Это все об аэроразведчиках 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, управляющих большими дронами. Их еще называют крыльями. Как поймать хорошую цель в условиях реальной войны, расскажет специальная корреспондент КТСН Юлия Кириенко. Смотрите ее сюжет самого пепла войны. Это дефицитный, но очень нужный дрон для украинской армии. Кстати, штатный. Его выдает Министерство обороны. Это фурия и он видит очень далеко в тыл врага и определяет наиболее привлекательные цели. Вот они на экране управления. Пилот показывает вражескую реактивную установку, которая затаилась достаточно далеко от линии фронта. Здесь ночью была обнаружена работа вражеского града по нашим позициям. И вместе с градом еще немалое скопление машин. Это ночная съемка с дрона. Он залетел достаточно глубоко в тыл оккупантов. Именно эти снятые фурией кадры дали понять, россияне готовят очередной штурм, говорят военные. Уже утром несколько единиц вражеской техники двинулись на нашу пехоту и сгорели в полях около Новомихайловки. Окупанты пытаются проломить в Новомихайловке нашу оборону. И через полгода николаевские десантники сожгли там более 300 единиц вражеской техники. Много бронемашин превратились в металлолом еще до подъезда на наши позиции. Ведь их увидела фурия и глаза этих бойцов. На схиде Новомихайловки. То есть вся эта техника, вражеские позиции, все это находится восточнее от Новомихайловки. Там они ведут постоянные перемещения, то есть готовятся на штурмы. Это все дороги, на которых они всегда собираются, наращивают свои резервы. Но самой жирной целью для этих пилотов был состав горюче-смазочных материалов врага, говорят десантники. Аэроразведчики корректировали тогда Хаймарс, который надолго создал дефицит горючего для танков россиян и немного замедлил наступление. Выпустили одну ракету. Выпустили одну ракету. Прилетело очень красиво, горело очень красиво. Горело дуже красиво. Разведчики запускают фурию снова. Сначала нужно проверить направление ветра. Чтобы не было такого сильного порыва, ведь ее может подорвать и снести в сторону. Дождаться, пока заработает как можно больше спутников и сильно потянуть за резинку. Фурия поднимается в небо. Ее запускает боец с псевдонимом Люк. Ему всего 24, а он уже 6 лет в армии. Говорит, так хотел в Николаевские десантники, что сутки шел пешком из родного села, чтобы подписать контракт. И шел чисто, ну и шел, и шел, и шел. Шел чисто, шел, шел пешком и все. Раз в магазин, только заходил и все. А спать? Не спал, шел просто. А ночью? Тоже шел с фонариком. В моем военкомате меня не призывали, просто сказали, иди в другой военкомат. Я пошел в другой. Сказал, типа, иди в другой военкомат. Я пешел в другой военкомат. А почему пешком? Был коронавирус. И что? Не ездили ни автобусы, ничего. Люк преодолел 150 километров, шел без остановки, не ел, чтобы не хотелось спать. Теперь шутит своей прогулкой, сдал экзамен на физическую выносливость. До сих пор ни дня не пожалел о своем выборе. Смотришь с неба, как горит враг. Это красиво. Это красиво. А еще его задача поймать дрон, когда тот приземляется. Пока мы общались, по рации передали. Над нами висит вражеский глаз в небе. Нужно немедленно идти на посадку, говорят бойцы. Самолет выпускает парашют и маневрирует не в руки пилотов, а в кусты. Целый дрон? Да, цел. Мягкая посадка получилась? Да, все хорошо. Так тоже иногда бывает, что миссия неудачная, потому что над нами летает вражеский суперкам. Он может увидеть точку взлета, и сюда прилетит вражеская артиллерия. Поэтому быстренько собираем коптер и снимаемся с позиции, как говорят военные. Двигаемся далее. Теперь детальные про обстановку на Ореховском и Херсонском направлениях. Вражеская армия завереет и тут. На Ореховском направлении оккупанты два раза атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области. На Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг осуществил три безуспешные атаки. В то же время авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по двум пунктам управления, восьми районам сосредоточения личного состава и трем зенитно-ракетным комплексам россиян. Ну и про ракетную подводную угрозу. Благодаря кому доля калибра в массированных атаках существенно уменьшилась и где россияне спрятали свои подводные ракетоносцы? Вопрос очень важный. Небольшой спойлер. Россияне очень облюбовали свой Новороссийск. Так сказать, еще одна военная цель для вооруженных сил Украины. Российской армии следует приготовиться. Горячо будет и там, в Новороссийске. Детали в сюжете. Вот так незаметно даже для спутника из глубины 50 метров в Черном море россияне запускают по Украине крылатые ракеты «Калибр». К атакам из подводных лодок оккупанты прибегают, когда их надводные ракетоносцы с большой вероятностью могут попасть под прицел украинских противокорабельных «Нептунов» или ударных морских дронов. И чем дальше, такое случается все чаще. Надеюсь, уберечь остатки своего флота в Черном море. Большинство своих кораблей, катеров и субмарин россияне вывели из незаконно временно захваченного Крыма. Не в последнюю очередь после внезапного визита украинской ракеты к докам в Севастополе. Су-24М модернизированный, на которых были приспособлены ракеты «Скальпы» и «Штормшедоу». Они били вот этими ракетами. Поражена московская подлодка Б-237 «Ростов-на-Дону». Проект «Варшавянка». На данный момент небоеспособна. В этой атаке украинские спецы поразили еще и вражеский большой десантный корабль «Минск». Но впервые в истории вывели из строя субмарину. С двумя дырами в корпусе Б-237 – единственный российский надводный ракетоносец, который остается сейчас в Севастополе. Три другие субмарины проекта «Варшавянка» – «Великий Новгород», «Старый Оскол» и «Колпино» и еще один проект «Палтус-Б-871» с названием «Алроса» оккупанты перегнали на базу в Новороссийске. В составе Черноморского флота их было 6 единиц. Седьмая подводная лодка, она не является носителем крылатых ракет. Это другой проект. Подводная лодка «Алроса» – это предыдущая версия. Непосредственно в составе Черноморского флота их осталось 4 единицы, потому что две выполняли задачу вне Азова Черноморского региона и через закрытый Босфор вернуться не смогли. Из четырех подводных носителей типа «Варшавянка» один был уничтожен. Перемещение субмарин в Новороссийск связано еще и с восстановлением боекомплекта. Доставлять калибры в Крым – дополнительный риск. Риск еще больше – каждый раз загружать ракеты на борт в Крыму. Им это безопаснее делать в пункте базирования в Новороссийске, потому что в Крыму, как вы видите, они уже имеют такой горький опыт. И фактически сейчас можно говорить о том, что безопасных локаций в Крыму для них не остается. И мы всегда ищем и находим способ для того, чтобы удивить нашего врага. Одновременно с этим оккупанты утверждают, что субмарина «Алроса» способна нести крылатые ракеты с дальностью поражения 2500 километров. Даже от Новороссийска это перекрывает всю территорию Украины. Впрочем, наши военно-морские силы такую информацию опровергают. Но по меньшей мере, три вражеских подводных ракетоносца на данный момент способны незаметно приблизиться к зоне пусков в Черном море. Подводная лодка вышла на рейд Новороссийска, и все, его в принципе невозможно визуально обнаружить. У нас средств, которые могли бы обнаружить подводную лодку, нет. Обнаружить субмарину под водой способны патрульные противолодочные самолеты вроде американского П-8 «Посейдон». И похоже, такое патрулирование наши западные партнеры проводят. По крайней мере, карта сайта «Флайрадар» при подготовке материала показывала присутствие в небе вблизи Одессины именно такого самолета. Но уничтожить субмарину все равно наша часть работы. Не исключено, что специальное оружие вскоре Украине передаст Швеция. Я хочу отметить, малогабаритная торпеда, о которой они говорят, эта торпеда как раз-таки для уничтожения подлодки. Она малогабаритная, относительно легкая. Ее длина 2,8 метра. Она, кстати, может быть установлена на беспилотный катер. У нее есть 40 килограмм взрывчатки. Она может уничтожить подводную лодку. Она может уничтожить подводный человек. Военные аналитики допускают, что речь идет о торпедах SLVT, производства компании Saab. Они идеально подойдут для украинских морских дронов Magura V5 и Sea Baby. В то же время наши специалисты заявили, после модернизации дрон Sea Baby сможет преодолевать расстояние более тысячи километров с полезной нагрузкой более тонны. Такие характеристики, убеждены в украинском командовании, позволят заблокировать весь вражеский флот в портах базирования. Морской компонент, благодаря которому мы очищаем Черное море, надеюсь, в недалеком будущем будет очищать Азовское море. Пусть ждут, их ждут сюрпризы, их ждут неприятные сюрпризы. И радость, соответственно, для нас и нашей победы. Радость, соответственно, для нас и нашей победы. На сегодня все. Но уже очень скоро в программе Front News новые, уникальные материалы наших журналистов и самых горячих точек войны, добытые для того, чтобы вы знали правду. С вами был Владимир Тимошенко. Берегите себя и своих близких.